В Тельвисточном сельсовете приступают к завершающему этапу программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Местная администрация в ближайшее время передаст ключи от квартир в только что построенном доме. К новоселью готовятся десятки семей, причем не только из Тельвиски. Квадратные метры получат их жители Макарова. Там снесут сразу три старых строения. Но накануне дом, который возвели меньше чем за год, осмотрел вице-губернатор региона Александр Лидер. Есть ли замечания к подрядной кампании, расскажем в следующем материале. Раздельный туалет, ванная комната, центральный водопровод и даже полы с подогревом новый дом в селе Тельвиска возвели всего за несколько месяцев. При этом строили не из монолитных блоков, использовали кирпич. Технология, проверенная на Крайнем Севере десятилетиями, не обошлось и без новшеств. Рабочие подрядной кампании в каждой квартире установили индивидуальные приборы отопления, современные газовые котлы. Это значит, что собственники смогут экономить на коммунальных платежах. Вице-губернатор Александр Лидер интересуется у своих коллег, есть ли замечания к застройщику компании «Новатор». Момент, связанный с неэксплуатацией дома, может вызывать как раз отстояние линолеума где-то побои. Поэтому к окончательной передаче, если будут какие-то претензии у жителей при заселении, естественно, они будут устраняться по рамках гарантийных обязательств. В доме 24 квартиры, больше всего трехкомнатных площадь, каждый 62 квадратных метра. Теплые и просторные, то есть с планировкой у жильцов не должно возникнуть особых проблем, чего не скажешь о входных дверях. Качество оставляет желать лучшего. Впечатление очень хорошее. Есть некоторые, конечно, такие, скажем так, шероховатости, но они все связаны с тем, что будем корректировать наше техническое задание. То есть, например, входные двери, я считаю, что это, конечно, не очень. Мы сейчас изменим техническое задание, в нем уже напишем конкретно, пропишем конкретную марку двери, какая должна быть толщина. Мы уже дом приняли, значит, мы отдали документы в Росреестр, ждем до конца следующей недели выхода документов из реестра и планово начнем передавать. Я думаю, что месяца два, максимум, все уже должны заехать. Получается, что ключи от новеньких квартир собственникам передадут в конце июля-начале августа. Важный момент. В дом переселят не только телевизчан. 12 квартир получат жители Макарова. Таким образом, местная администрация полностью закроет очередь первого и второго этапа программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Впрочем, уже в этом году, вероятно, сформируется третий. Администрация сегодня ведет работу по формированию реестра третьего этапа. То есть, в этом году у нас планируется обследование за счет муниципального бюджета, обследование дополнительно еще двух домов. То есть, два дома мы уже в этом году обследовали. И еще есть финансы на два многоквартирных дома. И три дома будут обследованы некоммерческой организацией, фонд содействия развития жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. Между тем, существует сегодня муниципальное образование и очередь на социальное жилье в списке порядка 30 человек. Региональные власти заявили, в ближайшее время на месте деревянной двухэтажки, которую вот-вот расселят и снесут, начнется строительство нового дома. А это еще как минимум 20 квартир. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», село Тельвиска.